Всем привет, друзья! С вами Криптор. Надеюсь, что у всех все отлично. Ну что, сегодня я подготовил очередной перевод видео от команды MMCrypto и DaVinci J15. Запостили буквально час назад. Скажу сразу, я не все видео перевожу, я перевожу именно те видео, которые, на мой взгляд, могут быть интересны и полезны вам. Ну что, погнали! Как вы все знаете, мы шортили биткоин, у нас была открыта позиция шорт, и мы передвинули стоп-лосс отсюда, аж сюда. Почему мы это сделали? Обычно этого не делаю, но я сделал это по причине того, что вот это вот движение было вниз, и мы потом вернулись опять практически до позиции шорта, когда можно в шорт зайти по хорошей цене. Было очень много движений М-образных, которые подтверждают, что фактически биткоин должен хорошо просесть и упасть аж до 6 тысяч, либо около 6 тысяч. Да, по скидке можно было его купить. Но, к сожалению, этого не сделал, и поскольку он не упал ниже, я опять вернулся до нашего стоп-лосса, или до позиции входа для некоторых людей. Шорт. Соответственно, мы дошли до этой позиции входа, когда мы говорили, что здесь хорошо шортить. Но поскольку мы чуть не прикоснулись к нашему стоп-лоссу и не просели ниже, я это увидел и понял, что это фейковый дамп, и на самом деле мы будем идти гораздо выше. И нам нужно выходить с шорта, пока вас не выбросит просто шорт, и вы не уйдете в минус. Потому что все, что угодно может произойти, и поэтому позиция шорта не очень была хорошей для нас, поскольку складывается такое впечатление, что мы будем двигаться вверх. Но, несмотря на это, на четырехчасовом графике мы немного перекуплены, и, возможно, будет некий откат. Не слишком большой откат в течение следующих четырех часов в цикле именно свечей четырехчасовых. Возможно, мы откатимся, но на уровень 50%, это фактически 8000, и 8000 – это некая точка контроля этого рынка. Поэтому не будет сюрпризов, если мы вернемся до уровня 8000, до того, как мы дальше пойдем вверх. Но в целом можно заметить, что рынок движется вверх. Если мы будем поддерживать эту линию тренда, конечно, он не обязан это делать. Давайте мы ее прорисуем. Да, вот эта вот линия тренда. Конечно, биткоин не должен исследовать. Даже если он ее пробьет ниже, это не слишком большая проблема, если мы в бычьем настрое. Поскольку это очень слабая линия тренда, даже если мы ее пробьем ниже, но мы будем продолжать двигаться вверх, если мы пробьем вот эти вот уровни, особенно вот нам нужно пробить вот 9100. 9100. Если мы пробьем 9100, то, соответственно, мы будем уже ждать 10 тысяч. Возможно, мы не прикоснемся к ним, но дойдем очень-очень близко и потом откатимся ниже. Мы не можем ждать этих цен около 10 тысяч. Поэтому, чтобы сделать небольшое заключение, мы считаем, что вряд ли мы пойдем ниже 8 тысяч, потому что 8 тысяч – это большая линия поддержки. А есть ли у тебя какие-то временные промежутки, скажем, в районе июня, когда вообще вот это может произойти, когда есть большая вероятность того, что это произойдет? Да, мне кажется, что, скорее всего, в этом месте мы пробьем 9100 и уже будем смотреть на 10 тысяч и будем смотреть, что дальше будет происходить. Конечно, если – это ключевое слово здесь. Я могу сказать с относительной вероятностью, но не со стопроцентной вероятностью того, что мы дойдем до 10 тысяч, дотронемся до них и потом откатимся. Мне кажется, что будет очень много давления на продажи, поэтому не удивитесь, если это произойдет, если мы будем падать с 10 тысяч. Но с вот этим количеством людей, которые очень хотят купить биткоин и двигают цену вверх, но на самом деле, если вы меня спросите, мне кажется, что это движение вверх – это сплошнейшая манипуляция бычьей стороной рынка, потому что у нас нет достаточных объемов, чтобы сказать, что это правдивый рост, но тем не менее мы дальше идем вверх. И я не знаю, что происходит, возможно, это федеральный резерв, либо банки, банкиры. Потому что они знают так же, как и я, чем выше биткоин поднимется без коррекции, тем сильнее он будет падать вниз. Да. Складывается такое впечатление, что что-то с этим рынком не то, поэтому, да, Винчи, нам, наверное, нужно сделать какие-то исследования, особенно когда ты вернешься с отпуска, потому что что-то не то происходит с этой ситуацией. Но давай попробуем немножко дальше продвинуться. Ты сейчас говорил про июнь, про сценарий июня. Давай представим, что мы уже доходим до 10 тысяч в июне. А что бы ты сказал, что может происходить в июле, когда мы дойдем в июне до 10 тысяч? Конечно, это не стопроцентная вероятность, но что может происходить именно вот в июле? Да, в июле, мне кажется, если мы будем продолжать двигаться в этом тренде, в восходящем тренде, когда биткоин просто не останавливается, если бы я был банкиром, я бы, наверное, хотел продвинуть биткоин даже до 20 тысяч, чтобы увидеть сильный дамп, сильное движение вниз рынка. Поэтому мы можем увидеть больше 20 тысяч за биткоин до конца этого года, поскольку они реально хотят двигать биткоин вверх. То есть, выше 20 тысяч за биткоин до конца года. А что касается июля, выше 10 тысяч без проблем. Окей, хорошо. То есть, фактически, если в июне мы дотронемся до 10 тысяч, соответственно, в июле мы будем быть чем настроем, и, скорее всего, не будет никакой коррекции, и цена выше 10 тысяч вполне вероятна. Да, им нужно будет обязательно закрыть месячную свечу, графика биткоина выше предыдущей месячной свечи, если они хотят, чтобы биткоин дальше двигался вверх. Окей, как заключающая мысль, поскольку мы не говорим про альткоины, просто скажи, а что ты думаешь в целом про рынок альткоинов? Вот если у нас будет бычий сценарий биткоина, что он доходит, например, до 10 тысяч, или в июле уже перепрыгивает 10 тысяч, а что будет, например, с альткоинами? Как ты думаешь, они будут в бычьем настрое, либо будет откат биткоин-доминации? Ваш последний шанс купить биткоины на дне сейчас. Вау! Вау! Последний раз ты это говорил, кстати, да, вот послушайте, зрители, последний раз Да Винчи об этом говорил, было в декабре, в видео, которое набрало около 70 тысяч просмотров в топ-3 альткоина, когда Да Винчи говорил, что альткоины прикоснулись ко дну, и Да Винчи не шутил, фактически 3 дня была разница, когда альткоины дошли до дна, и сейчас ты говоришь, что, скорее всего, у нас последний шанс купить альты, и это, наверное, самая крутая новость, которую ты сказал в конце видео, поэтому те, кто смотрел видео до конца, они получили самую полезную информацию. Вот такое вот видео от Да Винчи J15, надеюсь, что вам эта информация была интересна и полезна, обязательно подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте, видео буду делать, стараться делать каждый день, поэтому впереди еще много чего интересного. Всем спасибо за просмотр и пока!